Сейчас Вениамину Мельникову 15 лет, вот уже полтора года ему приходится заниматься с учителями на дому. Виной тому подвыв их бедер, неправильное положение костей доставляет мальчику сильную боль. Поэтому теперь в качестве развлечения Вениамин занимается в кружке выжигания в подростковом клубе «Курай», а вот о езде на велосипеде, который он так любил, пришлось забыть. Да, тоскую, но сейчас и велосипед разобрали. Врачи заверили, выход из положения есть. Для этого нужна операция в одной из больниц Санкт-Петербурга. В прошлом году мальчик получил квоту, однако, когда семья прибыла к врачам, выяснилось, что сейчас операцию проводить нельзя. Не позволили это сделать неудовлетворительные анализы. После этого мальчику назначили лечение и даже отправили в санаторий. Теперь, чтобы подтвердить положительную динамику, Вениамину вновь нужно показаться врачам Северной столицы. Однако консультация там не предусмотрена квотой, а это значит, родным мальчика нужно самим найти на это деньги. Ситуация для них незавидная, ведь все члены семьи, подросток, его мама и бабушка живут на пенсию по инвалидности. Пенсии идут на пенсии, которые уходят и на оплату, и на то же лекарство, которое мы не можем получить от врачей, и еще и плюс коммунальные услуги надо оплачивать. А мальчик, он резко растет. Это у нас на обувь только покупаем 45 размер. Это естественно у нас тысяча с лишним только уходит только на обувь. На одну обувь. Поэтому семья просит помощи у всех неравнодушных. Перечислить средства можно по номеру карты Сбербанка, которую вы видите на экране. Она принадлежит бабушке Вениамина, которая является официальным опекуном мальчика. Консультация у врачей в Санкт-Петербурге назначена на июнь текущего года. Сбор средств решили начать заранее, чтобы успеть накопить нужную сумму. Ведь эта поездка так необходима Вениамину. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа. Время новостей.